Рабочая поездка Акима области продолжилась в Кармахшинском районе. Глава региона ознакомилась с ходом строительства пяти домов на 250 квартир в городе Байконыр. Обсудила с местными аграриями вопросы предстоящей посевной, выслушала волнующие вопросы жителя. Кармахшинские аграрии также очень обеспокоены ситуацией с водой и неизбежностью сокращения рисового клина, а также подорожанием гербицидов и минеральных удобрений. По мнению главы отрасли, нужно пересмотреть экономическую эффективность рисосеяния и с учетом ситуации в соседних странах. Как вы сами знаете, сейчас стоит вопрос быта риса. Цена невыгодна для нас, пока не можем продавать по выгодной цене. Из-за конфликта между Россией и Украиной вводится много санкций. Если российский рис не выйдет на рынок Европы, он придет к нам. Вопрос, сможем ли мы тогда конкурировать по цене? Район отстает от других по темпам развития предпринимательства. Его экономика зависит во многом от сельского хозяйства, поэтому аграрии просят не сокращать рисовые площади. Предпринимательство не сильно развито. Надежда только на урожай. И в бюджет отсюда поступают деньги. 60% населения проживает в сельской местности и кормится землей. Словом, сокращение рисового клина ударит и по экономике района, и по благосостоянию села. Глава региона отметила, что об этом доложено президенту и правительству. Трудности с поливной водой испытывают и бахчеводы района. Жители аула Турибайби просят продолжить канал к полям. Акимобласть отметила, что вопросы прокладки и очистки каналов будут решаться, исходя из возможностей бюджета. По ауле Куандаря была взята на заметку проблема нехватки средств для завершения нового клуба. Акимобласть также ознакомилась с ходом строительства пяти домов на 250 квартир в городе Байконыр. Поручено строить на совесть.